Иногда следовать федеральным новостным трендам совсем не хочется, но приходится. Так что про нефть и вирус тоже будет, с учетом, как говорится, местной специфики. Это итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВИН. Время местное событие недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы анализируем только то, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием. И то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Есть ли управа на управляющие компании? Горожане атакуют редакцию из-за ледяных торосов во дворах. Раньше начнешь, меньше останется. Ямочные ремонты в этом году стартуют с опережением обычного графика. Учитель перед именем твоим будет стоять слово «Лучший». В Магнитогорске подводят итоги конкурса «Педагог года». Знать и применять на практике. В 53-й гимназии состоялся конкурс на знания потребительских прав, приуроченный ко Всемирному дню потребителей. История любви. Как люди помогали без новой собаки. И сейчас об этих и других событиях более подробно. В ходе совещания с главами городов и районов Челябинской области губернатор Алексей Текслер прокомментировал изменения на нефтяном, фондовом и валютных рынках, произошедшие в последние дни. За предыдущие годы, благодаря взвешенной финансовой политике государства, а также тому самому соглашению с ОПЕК об ограничении нефтедобычи, нашим государством были накоплены серьезные резервы, в том числе фонда национального благосостояния, вместе со средствами на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов. На сегодняшний день этот объем составляет более 10 триллионов рублей. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть на протяжении до 10 лет. Такой резерв позволяет обеспечить стабильное исполнение федерального бюджета, в том числе части трансферта в регионы, что важно, гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручения президента по итогам его послания и реализацию планов, намеченных в рамках нацпроектов. И, наконец, обеспечить сохранение общей макроэкономической финансовой стабильности в стране. На региональном уровне, напомню, областной бюджет утвержден. Он, кстати, составляет более 200 миллиардов рублей. Это самый большой бюджет за всю историю нашего региона. Он сохраняет свои параметры и приоритеты, определенно исходя из целей национального развития, поставленных 204 указом президента. Эти приоритеты – активное развитие социальной сферы и мер социальной поддержки необходимой инфраструктуры и реального сектора экономики. Не доехали до пункта назначения. Челябинские таможенники задержали автомобиль с одноразовыми перчатками. Заметим, вывоз из России этого груза в настоящее время находится под запретом. В машине находилось 8 коробок. Более 700 пар медицинских изделий везли из Магнитогорска в казахстанский город Рудный. Перевозчиков остановили в пункте пропуска через границу Варна. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят, проводится административное расследование. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа с конфискацией товаров. Напомним, со 2 марта на территории России введено временное ограничение на вывоз из страны некоторых видов товаров. Под запретом бинты, марля, маски, халаты и другие медицинские изделия. Исключения составляют одноразовые средства, предназначенные для личного пользования и гуманитарной помощи. Но вот что гораздо ближе, буквально под ногами. Машины застревают, люди не могут выйти из подъезда, не замочив ноги. В редакцию телекомпании обращаются магнитогорцы, недовольные ситуацией с очисткой снега в кварталах. Говорят, управляющие компании ждут, когда все само собой растает и высохнет, а заодно покрасится и подметется. Если на письменное обращение с требованием произвести уборку во дворе от снега и наледи, а также очистить крышу управляющая компания отвечает бездействием, жильцы вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию. По поручению губернатора Челябинской области на сайте государственной жилищной инспекции указаны телефоны горячей линии. То есть в том случае, если управляющая компания не принимает мер по обращению граждан, по уборке внутриквартальной территории от наледи, снега, то граждане в рамках горячей линии обращаются в жилищную инспекцию. Инспектора уже непосредственно связываются с управляющей компанией. Также будет проведена внеплановая выездная проверка, будет проведен осмотр общего имущества, либо внутриквартальной территории в зависимости от предмета обращения. При выявлении нарушения выдается предписание. В случае, если данная ситуация носит более серьезный характер, естественно, применяются меры административного воздействия как на должностных лиц, так и на юридическое лицо. Размер штрафа, который может быть наложен на управляющую компанию, составляет от 250 тысяч рублей на юридическое лицо и от 50 тысяч на должностное. Кроме того, если сход снега с крыши или наледь во дворе неоднократно повлечет причинение вреда жизни и здоровью граждан, то управляющая компания может лишиться лицензии. И в продолжение темы хлопотного городского хозяйства. О побегах детей из дома, присвоении почетного звания, уборке улиц. Об этом и многом другом говорили в минувшую пятницу на аппаратном совещании в администрации города. Что еще обсуждали чиновники на встрече? Побег ребенка из дома – одна из острых проблем, которая стоит в Магнитогорске. Так, за первых два месяца Нового года в городе зафиксировано более 20 случаев. В некоторых из них у детей диагностировали склонность к бродяжничеству. Однако подростков с таким диагнозом не так уж и много. Бегут и вполне адекватные дети из семей. Почему? Психологи утверждают, если ребенок добровольно покидает жилище, значит, он потерял чувство защищенности. Причины тому могут быть самые разные. Низкий материальный достаток, алкогольная или наркотическая зависимость родителей, скандалы между ними, жестокость по отношению к своему собственному ребенку. Впрочем, специалисты называют и другие причины самовольного ухода ребенка из дома. К примеру, виртуальная игра в социальных сетях набирает обороты квест «Пропади за сутки». За отсутствие детям предлагают вознаграждение. В целях профилактики безнадзорности в городе проводят акцию «Дети улиц». В ее рамках специалисты организуют рейды, посещают семьи, консультируют по психологическим и юридическим вопросам. За время проведения акции произошло 14 самовольных уходов детей и подростков, что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Обращаю ваше внимание на то, что среди совершивших самовольные уходы только двое воспитанников государственных учреждений, а вот 9 человек – это так называемые домашние дети. Говорили на аппаратном совещании о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». В списке претендентов «Магнитогорск» необходимые документы уже переданы губернатору Челябинской области. Алексей Тексер призвал на законодательном собрании Челябинской области поддержать инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» городу «Магнитогорску» и городу «Челябинску». В связи с чем будет направлено обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Кроме того, в городе продолжают очищать улицы от снега. В уборке задействовали более 100 единиц техники и около 60 рабочих. За неделю привели в порядок дороги и тротуары площадью более 20 тысяч квадратных метров. Вывезли более 14 тысяч кубометров снега. Ольга Сухоплёва, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. С целью предотвратить дальнейшее разрушение асфальтового полотна. В Магнитогорске, как только температура на улице прекратила опускаться ниже минус 10 градусов, начался ямочный ремонт дорог. Погода позволяет укладывать холодный асфальт. Об особенностях технологии прямо сейчас. Предусмотрительные водители здесь снижают скорость и не встают в крайнюю правую полосу. Знают, это не лужа, яма, в которой можно повредить и колесо. На проспекте Ленина объехать аварийные участки не всегда получается. Автомобилисты говорят, для весны это уже норма. Кто-то даже меняет машины на лучшей проходимости. На такой машине нет. Не могу сказать плохо. Кое-где нормальные, кое-где ненормальные. Есть выбитые. На левом, на левом. Вот только к комбинату и там уже выбитые. Снег сойдет и асфальт едет. Вместе с асфальтом растает. Чтобы асфальт устоял и весной, при резких перепадах температуры, которые сказываются на состоянии дорожного полотна, в городе начался ямочный ремонт. Сегодня работают на улице Магнитной. Позже переместятся на проспект Пушкина. Укладывают холодную асфальтовую смесь. Холодный асфальт сделан на битумной основе со специальными присадками. Технология. Вначале вырезаем бензиновым нарезчиком края. Потом продуваем ветродуйкой. Просушиваем яму полностью. На бока, на низ специальную битумную ленту уложим, чтобы не крошились края для усиления эффекта. Ну и укладываем холодный асфальт. Его преимущество в том, что он не боится сырости. И его можно укладывать и даже при минусовых температурах. И все же такой холодный ямочный ремонт считают временным. Зато позволяющим предотвратить дальнейшее разрушение дороги. Скорее всего, это все будет переделано по одной причине. Чтобы мы восстановили их горячим асфальтом и на данный участок уже больше не возвращались. В данный момент производятся работы по восстановлению, будем говорить так, асфальтобетонного покрытия в образовавшихся ямах, которые превышают нормативные значения. То есть эта яма должна быть не менее 3-5 сантиметров глубиной. Перечень аварийных участков для ремонта формирует городская администрация с учетом обращения граждан. На сегодня с улицы исчезли ямы общей площадью более 200 квадратных метров. Хорошо, что они заделают ямы, машины не будут попадать. Надежда Кинаш, Александр Баркунов, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. 12 марта свой профессиональный праздник отметили работники уголовно-исполнительной системы. Среди сотрудников этой госструктуры было немало героев Великой Отечественной войны. В канун юбилея Великой Победы съемочная группа телекомпании ТВИН навестила полковника внутренней службы Валентина Сафонова. Всю ночь накануне Валентин Изосимович плохо спал. Волновалась и его супруга Елизавета Николаевна. Телевизионная съемка – настоящее испытание для семьи 90-летнего полковника. Даже трудовое военное детство на ее фоне не кажется таким уж тяжелым. Война началась. Пчеловода колхозного забрали на фронт. Жена стала пчеловодом. Меня председатель говорит, давай ты с пчелами знаком, иди помощником. Я в ней начался. Под 41-го года начал работать. Война застала Валентина Изосимовича 11-летним мальчишкой. На фронт ушли дяди и старшие братья. Один, чтобы погибнуть в боях, другой, чтобы вернуться, став героем Советского Союза. А на долю детей выпал весь колхозный труд. Похать, сеять, косить, заготавливать корма, разносить почту. Во время службы в армии молодой Сафонов познакомился с фотографией. Это и определило его дальнейшую карьеру. Я сразу пошел фотографом в тюрьму. Там он назывался фотодактилоскоп. Это надо... Я фотографировал их, пальцы мазал. И отпечатки пары рук их делали. Ну, на учет такой был. В 1971-м Валентин Сафонов был назначен на должность начальника Магитогорского следственного изолятора. Девять лет его руководство тюрьмой пришлись на непростое для всей системы время. Даже в выходные спешил на работу. На праздники он все брал административные дежурства. Всегда был на чеку, всегда был на своем посту. Никому не доверял этот свой пост. Потому что очень ответственная работа была, чтобы было все спокойно. В память о тех днях добросовестной службы грудь Валентины Изучимовича украшает Орден Трудового Красного Знамени. Молодые коллеги рады любому поводу навестить супругов Сафоновых. Сегодня принесли очередную награду. Юбилейную медаль 75 лет победы. Валентина Изучимовича, миленькая. Да, хорошая. Хорошая. Чтобы все у вас хорошо было. Чтобы вы как обещали нам 100-летний юбилей. Да. Да, да, да. Мы помним. Уже отчет. Труженики с непростой, но удивительной судьбой, как у полковника Сафонова, у руководства СИЗО на особом учете. Много лет после выхода на пенсию Валентин Изучимович возглавлял ветеранское движение. Руководил городским обществом охотников. Это человек большой души. Он знал проблемы каждого и учреждения в целом. Более 30 лет Валентин Изучимович отдал развитию и становлению не только уголовной исполнительной системы, а также ветеранского движения. Это наш герой нашего времени, потому что на него смотрят молодежь. Он является у нас живым примером. За накрытым столом в окружении людей в форме Валентин Изучимович снова вспоминает трудовые будни. И чувствуя любовь, коллег понимает. Правильно прожил каждый день своей большой и героической жизни. Его парадный китель стал тяжелее на еще одну медаль. И менее чем через два месяца он наденет его снова. День Победы супруги Сафоновы привыкли встречать в окружении родственников и большого количества гостей. Елена Семяфьева, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН. Когда о чувствах невозможно молчать. Жительница Магнитогорска, 70-летняя Татьяна Павловичева, приняла участие в открытом межрегиональном конкурсе чтецов, посвященном юбилею Великой Победы. Расскажи о войне мне, дедушка. Ее стихотворение члены компетентного жюри выделили сначала на региональном уровне, а затем и на всероссийском. Обойдя порядка 700 участников, Татьяна Геннадьевна была удостоена диплома второй степени. Участие в конкурсе «Расскажи о войне мне, дедушка» Татьяна Геннадьевна Павловичева, можно сказать, приняла случайно. Увидела объявление в газете, позвонила по указанному номеру, чтобы выяснить, имеет ли право она, сама уже дважды бабушка, войти в число претендентов на победу. И, получив добро, решила снять видео и отправить работу организаторам. Всю техническую составляющую доверила внуку. Ну, как раз переехал на каникулы, я говорю, Артёмка, давай, я тебе помогала. Ты первое место по России занял сочинение о Гагарине. Мы с тобой в Москве были, министр космонавтики награждал. Ну ты хоть бабушку-то это самое сфотографируй. Самое интересное, что о своей победе узнала не сразу. Как раз сломался компьютер, и электронная почта временно оказалась недоступна. И лишь после того, как имейл восстановили, Татьяна Геннадьевна открыла письмо из Москвы. Её стихотворение организаторы отметили дипломом второй степени. Первое и третье место, кстати, заняли жители столицы. Жюри было очень большое. Значит, сначала здесь регионально выбирали, потом отправляли в Москву. И вот в Москве было жюри, значит, артист с театра Советской Армии был жюри. Потом два знаменитых поэтов, филологи там. Ну, в общем, 10 человек. Вот, прилично. Принять участие в конкурсе Татьяна Павловичева решила не случайно. Её дед Роман Яковлевич Казаков погиб в годы Великой Отечественной под Сталинградом. Отец, подполковник Геннадий Поликарпович Синдюков также воевал, прошёл войну от начала до конца, а затем всю свою жизнь посвятил службе. Тема войны и мира для женщины – одна из главных в жизни. Стихотворение для конкурса Татьяна Геннадьевна выбрала из своего поэтического сборника. Оно – одно из самых любимых. Написаны строки были несколько десятков лет назад. В основе сюжета – реальная история. Вот краткая её суть. Татьяна Павловичева в молодости была фотографом и однажды решила принять участие в конкурсе снимков. Для этого обратилась к незнакомой женщине, которая каждый день ходила с цветами к мемориальным плитам. Попросила её попозировать у фамилий погибших воинов. Женщина дала согласие, они вместе отправились в парк. Правда, не всё тогда пошло по плану. Думаю про себя, мечтаю, как начну свой план осуществлять, как её в надписи поставлю. Попрошу в руках цветы держать. А старушка подошла к плите, молча отыскав свою фамилию. Задрожали вдруг цветы в руке. От волнения сразу обессилела. Мой сынок, сыночек, вот и я, я пришла, чтоб встретиться с тобою. И ладонью гладила слегка буквы материнскую любовью. Не могу я передать словами, что в тот миг сама пережила. И пошла вокруг земля кругами. Покатилась по щеке слеза. На морозе руки леденели. Но хотелось мне её снимать. То была не конкурсная тема, а стояла в горе. Просто мать. Простая история, которая пронизывает сердце и душу. Она не оставила равнодушным никого из членов жюри. Стихотворение было выделено из 700 присланных на конкурс работ. Сейчас Татьяна Геннадьевна со дня на день ожидает приглашения на гала-концерт, который совсем скоро состоится в столице, и на котором она сможет громко и с большой сцены ещё раз прочесть стихотворные строки, пронизанные уважением к подвигу советских солдат. Имя достойное вечности. В библиотеках Магнитогорска проходит марафон памяти ко Дню Великой Победы. В рамках марафона на неделе детской книги проводят исторические панорамы «Боевая слава магнитке». Из книг дети узнают о войне. На тематическое мероприятие в 7-ю детскую библиотеку пришли школьники 10-й общеобразовательной школы. Каждый ученик 10-й общеобразовательной школы знает гимн Магнитки наизусть. Каждый считает это достойным. Помните, знать тех, кто ковал победу потом и кровью, нужно обязательно. Каждый год в нашей школе проходит конкурс «Моя магнитка». И в рамках этого конкурса мы приезжаем в библиотеку и смотрим разные презентации, получаем еще дополнительную информацию. Мы заранее готовимся и ищем дополнительную информацию, ответ на вопросы. В этом году у нас было задание подготовить рассказ Леоне Горькове. Я хочу больше узнать информацию, история Великой Отечественной войны меня интересует. Именно в читальном зале библиотеки можно узнать все о Великой Отечественной войне. Для этого подготовлена специализированная историческая панорама «Боевая слава магнитке». Где по книгам и документальным фильмам собрана история легендарного города. «Магнитка» не только ковала победу в тылу, но очень много наших магнитогорцев ушли на фронт. У нас же есть очень много героев Советского Союза. Есть люди уникальные, которые прошли всю войну и стали известными. На фронт ушло более пяти тысяч добровольцев. 26% всех работающих на комбинате. Отпускали, правда, не всех. В тылу рабочих рук не хватало. А как известно, каждый второй танк во время войны был собран из магнитогорской стали. В Челябинской области формировались мотострелковые части. И были сформированы даже лыжные бригады. Это они помогали прорвать блокаду Ленинграда. Исторические факты можно узнать из книг. Все выпущены и изданы в Магнитогорске. Они посвящены легендарному городу. Рассказывают о боевом и трудовом подвиге наших земляков. Каждую из книг, а в основном это тематические сборники, ребята смогли посмотреть, почитать и узнать новые факты о Великой Победе. Елена Винц, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. К другим темам нашего обзора. В Магнитогорске назвали победителей конкурсов «Педагог года» и «Воспитатель года». Так, одной из лучших признана воспитатель детского сада номер 114. Татьяна Галимон. Она будет представлять наш город на областном уровне. Подробнее о победительнице в номинации «Педагог дошкольного образования» прямо сейчас. А какие крылышки у бабочки? Белые, прозрачные. А бывает бабочка с разноцветными, да, крылышками? С черными. Посмотрите. Давайте попробуем, делаем. Знакомьтесь, Татьяна Галимон, воспитательница детского сада номер 114. Ее подопечные – мальчишки и девчонки из младшей группы «Солнышко». С недавних пор, после подведения итогов конкурса «Педагог года-2020», Татьяна носит гордое звание «Лучший педагог дошкольного образования». Мы очень гордимся тем, что Татьяна у нас победила. У нас весь коллектив очень сильно болел за нее. Были твердо, вообще-то уверены, что она победит. Потому как грамотный, талантливый педагог и как человек, открытый душой. Воспитанники Татьяны в своей наставнице души не чают. Устами младенца, как говорится. Татьяна, наверное, красивая. У нее еще красивые косички. Где нужно подскажет, когда нужно убережет, кого нужно вовремя заплетет. Воспитателя детского сада поистине можно назвать второй мамой для своих подопечных. На выбор профессии Татьяны в свое время оказала большое влияние ее тетя, учитель английского языка сельской школы Любовь Шибаршова. Она сама любила свою очень профессию и смогла настолько заинтересовать и влюбить в нее меня, что я никогда не задумывалась, куда я пойду. Я с детства знала, что именно пойду в педагогический. Так и случилось. Сначала Татьяна, простая девушка из села Кирова, окончила педагогическое училище в Кургане. После получила высшее образование по специальности педагогика начального образования в тогда еще Магнитогорском государственном университете. Сколько сил и эмоций ушло на то, чтобы одержать победу в номинации педагог дошкольного образования в городском конкурсе, вспоминать некогда. Татьяне в пору, как той самой Золушке, на время забыть об Аллах и снова с головой окунуться в работу. Не за горами областной одноименный конкурс. Первый его этап состоится в конце этого месяца. Благо окружение Татьяны все понимает. Коллеги напутствуют и помогают как могут. Семья, супруг и двое детей стараются не донимать лишний раз по мелочам. Это большой толчок для развития. Это шанс показать не только свой опыт, но и принять чей-то опыт себе. Познакомиться с какими-то новыми методиками, технологиями. Это очень интересно. В апреле Татьяне и ее команде предстоит поехать в Снежинск. Там и пройдут основные очные этапы областного конкурса «Педагог дошкольного образования». Пожелаем Татьяне Галимон удачи. Впрочем, вне зависимости от результата, можно сказать, главными наградами педагог уже обладает. Признанием коллег, любовью семьи и своих маленьких воспитанников. Глядя в их глаза, мне кажется, трудно сюда зайти с плохим настроением, когда они бегут к тебе утром и говорят «дай поцелую». Это же лучшая заслуга, это именно то, о чем мечтает каждый воспитатель, каждый педагог. Дина Наумова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Победители в разных номинациях городских конкурсов «Педагог года» и «Воспитатель года» вовсю готовятся к предстоящим областным состязаниям профмастерства. Кто-то уже отправился проходить очные этапы престижного конкурса, кто-то пока ждет своего часа. С победительницей конкурса «Педагог года 2020» в номинации «Учитель-дефектолог» до начала областного этапа состязания успела пообщаться наша съемочная группа. Здравствуйте, меня зовут Ирина Котельникова. Победительница конкурса «Педагог года 2020» в номинации «Учитель-дефектолог» Ирина Котельникова работает в специализированной школе-интернате номер 3 уже 25 лет. Сначала была учителем начальных классов, позже, в свете новых стандартов образования коррекционных школ, прошла курсовую переподготовку на сунду «Педагога». В этом качестве трудится в общеобразовательном учреждении для детей с особенностями слуха более 12 лет. Если у тебя поднялась температура, кашель, болит, болят уши, горло, тебе нужно идти к терапевту, терапевт, 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 терапевт. Сейчас Ирина со своей воспитанницей Александрой отрабатывают творческие диалоги. Их цель – помочь не растеряться подопечному с нарушением слуха в различных социально значимых ситуациях. В развитии речевого слуха и произносительной стороны устной речи, в работе с подопечными разных возрастов, помимо всевозможных наглядных материалов, Ирине в помощь – современные речевые тренажеры «Интон М» и «Соло». Во время работы с ними ученик с нарушением слуха получает визуальные и тактильные сигналы, помогающие понять, насколько верно он произносит слова и может контролировать свою речь. Когда ребенок приходит и не умеет произносить звуки, не умеет говорить слова, естественно, нет речи. И уже на протяжении, допустим, прошло 3-4 года, и ребенок участвует в конкурсе чтецов, допустим, пишет изложения, пишет сочинения, участвует в городских конкурсах справенных, хорошей речью. Для меня вот это самое главное. В городском конкурсе на звание лучшего учителя-дефектолога претендовало 9 участников. Одержав безоговорочную победу в этом состязании, Ирина и ее верная команда помощников начинают готовиться к областному престижному конкурсу. Анкета, эссе, методическое портфолио и видеопрезентация уже отправлены в нужном направлении. Осталось запастись терпением, спокойствием и поддержкой близких. Домашние меня очень поддерживают. Доченька у меня в Челябинске, она каждый день звонит, рассказывает о своих успехах, это меня морально готовит. А сын мне помогает создавать видеоролики, помогает. Он придумал логотип к моему портфолио, сам создал. Муж мне комфортную обстановку создает, покупает мороженое, покупает конфеты. Ирина Анатольевна – это наш вечный двигатель, это самый позитивный человек, и на нее можно равняться. Именно такие люди должны представлять нашу школу и наш город на областном уровне. Это тот человек, у которого можно учиться и жизненной позиции активной, и профессиональным ее навыкам, и любви к своей профессии. Энергии и азарту по жизни Ирины Котельниковой действительно можно позавидовать. Волонтер Сурдолимпийских игр, бессменная участница слуха речевых олимпиад с ярким названием «Не буду молчать». Организатор ежегодного городского конкурса чтецов среди детей с нарушением слуха, донор, постоянная участница по сдаче норм ГТО, плаванию и стрельбе среди педагогов. Быть на передовой Ирине Котельниковой не привыкать, заключают верные коллеги-помощницы. Всем сердцем болеют за учителя школы-интерната номер 3 на предстоящем областном конкурсе и воспитанники Ирины Котельниковой, а также их родители. Здравствуйте, наша учительница Ирина Анатольевна Котельникова. Спасибо за нашего сына. Второе, шуту шестого класса в бесс-то училище. Спасибо за училище. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Знай свои права, в Магнитогорске прошел финал городского конкурса среди школьников «Основы потребительских знаний». Состязания приурочены ко Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта. В конкурсе приняли участие семь команд. Кому достался главный трофей – Кубок городского собрания, расскажем прямо сейчас. Даже такая привычка, как выключение воды при чистке зубов, позволит сохранить ее количество. И это лишь одно из правил эффективного использования ресурсов, которые предлагают ученики. К примеру, старшеклассники из 63-й школы уверены – счастье человека мало, зависит от его доходов. Главное – близкие люди рядом и хорошая экология. Чтобы ее сберечь, необходим рациональный подход. Переработка старых вещей, сбор макулатуры, много разное использование, например, пластика или целлофановых пакетов. Также ответственное потребление и самоограничение. Местная экономика, замкнутые системы производства и возобновляемая энергетика. Рациональное потребление – тема 10-го конкурса. Он проводится по инициативе общественной организации «Объединение защиты прав потребителей» и состоит из двух этапов – предварительный, он же заочный, и финал. Из 12 команд в него вышли 7. На выступление каждой отводится по несколько минут. За каждую презентацию положены баллы. Шанс обыграть соперника был в последующих двух турах. В них школьники должны были правильно ответить на вопросы и предложить свое решение задачи. Сама суть конкурса – сформировать у детей, у школьников сознание, сознание рационального потребления, стремление интереса к изучению основ потребительских знаний, к тому, что нужно им в любой момент их жизни. Практически все команды справились с поставленной задачей и все же лучшими стали ученики 58-й школы. Переходящий кубок юбилейного конкурса сегодня в их руках. Ольга Сухоплюева, Олег Карпенко, телекомпания «ТВИН». Промплощадка в событиях. Разгрузить вагон без особых человеческих трудозатрат. Это возможно при помощи специального сооружения для механизированной разгрузки вагоноопрокидывателя. В России подобные агрегаты применялись с конца 19 века. Чтобы запустить вагоноопрокидыватель, необходима слаженная работа троих машинистов. С одним из них, лучшим профессией, познакомилась наш корреспондент. То, что на первый взгляд напоминает лопасти какого-то космического корабля, ничто иное, как вагоноопрокидыватель цеха подготовки «Агла-шихты» ПАО ММК. 84-35 остановка. 84-35 на телегу назад. А вот и один из укротителей этого мощного агрегата. Машинист Владимир Каледин. Лучший по итогам конкурса профмастерства. Железную дорогу всегда любил, но вагон на первую очередь буду никогда не думал. Машинистом вагоноопрокидывателя Владимир работает хоть недавно. Всего два года. Все тонкости профессии знает на зубок. А иначе никак. Ответственность слишком высока. Один груженый вагон весит порядка 70 тонн, а вагоноопрокидыватель переворачивает его словно игрушку. За смену бригада машинистов может разгрузить около 90 вагонов. И здесь важна слаженная работа всей связки. Троих машинистов смены. С помощью пульта вагоно-толкатель направляется в ротор. После того, как вагон в роторе установлен, вагон рассыпляется и подается сигнал старшему вагоноопрокидчику. Тот уже совершает переворот вагона. Помимо освобождения железнодорожных составов от сырья, в обязанности машиниста вагоноопрокидывателя входит и много других задач. Как то, заклинивание автосцепок, наблюдение за посадкой зажимных крюков, удаление из вагонов оставшегося груза, чистка и смазывание механизмов и многое другое. В свое время Владимир получил высшее образование по специальности черная металлургия. До того, как стал машинистом вагоноопрокидывателя, работал центровальщиком, обслуживал насосные установки. Был и машинистом конвейера, а также грузчиком на эстакаде по выгрузке железородного сырья. Работаю я с ним относительно недолго. За этот же недолгий срок я понял, что парень способен на многое. То есть он уже участвует в конференциях абсолютно во всех. У Владимира есть желание расти по карьерной лестнице. Недавно парень окончил школу молодого руководителя в персонале. Подтянул на должный уровень английский. В ближайших планах амбициозного машиниста. Как минимум сейчас стать мастером хотя бы, а дальше видно будет. В работе машиниста Владимир больше всего любит встречать железнодорожные составы. Говорит, это интригует, как в детстве. Груженные поезда в магнитку прибывают не только из разных городов России, но и за границей. Сейчас, к примеру, разгружают Соколовский концентрат из Казахстана. Наш цех – это вообще рудные ворота комбината. То есть от нас все начинается. Это наш передел самый первый. И очень гордость берет, что мы в числе первых прикладываем руку к этому большому-большому делу. Дина Наумба, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. А вот лучший машинист конвейера. Какой он? Во-первых, максимально ответственный. Во-вторых, предельно внимательный. В-третьих, женщина. Дарья Рыжкова оказалась лучшей по итогам конкурса профмастерства. С улыбчивой девушкой и перспективной работницей ПАО ММК пообщалась наш корреспондент. В каске, балаклаве и респираторе. Сразу не разберешь, какая улыбчивая и миловидная девушка трудится в шихтовом отделении аглофабрики номер 3. Дарья Рыжкова – машинист конвейера. На градообразующем предприятии работает всего год. Самое главное – ответственный человек. Очень неспокойная. За год работает. Успела поучаствовать и в научно-технической конференции у нас, и в конкурсе. Профмастерства заняла первое место. Поэтому я не думаю, что такие люди долго тоже задержатся на рабочих местах. Я думаю, перспектива у нее есть. В свое время Дарья окончила Институт горного дела и транспорта МГТУ. С местом работы определилась сразу. Уезжать куда-то не хотелось. Здесь родное, здесь дом, родина. Завораживает производство. Как говорится, производственная романтика. Нравятся механизмы, размеры, объемы. Меж тем, работу машиниста конвейера легкой не назовешь. В смене из 25 человек, в которой трудится Дарья, всего две представительницы прекрасного пола. Мужчины отдают должное женской силе характера, где могут при случае пытаются подсобить. Работа тяжелая, условия труда тяжелые, требования, конечно, тяжелые. Поэтому как-то у нас в основном так сложилось, что коллектив мужской. Без женщин нам тоже иногда скучно никуда. Потому что женщины все-таки отличаются своей исполнительностью, дисциплиной, наверное, больше, чем мужчины. За одну 12-часовую смену аглофабрика номер 3 может принять около 3000 тонн руды и выдать более 4000 тонн агломерата. Здесь поступает кокс, внизу находятся приемные бункера. Если распределение сырья немного неравномерно, шипером я могу распределение сырья регулировать. Вот так вот шипер переводится. Поток распределяется, немного уходит больше на другую сторону. Следить за исправной работой конвейера и транспортировкой сырья, кокса, оборотного продукта возврата, известняка или руды и есть основные задачи машиниста. А то, что работа довольно пыльная, Дарью не пугает. Дома всегда поддержит супруг и трехлетняя дочка Ева. Дочка, знаешь, где мама работает? Да, говорит, мама, можно я вырасту и тоже пойду работать с тобой на комбинат. Дина Наум, Валик Карпенко, телекомпания ТВИН. Лучшим молодым рабочим в профессии по итогам конкурса профессионального мастерства признан газовщик доменной печи номер 10 Иван Колодин. Со специалистом, знающим и любящим свое дело, познакомилась наша съемочная группа. В Магнитогорске Иван Колодин с 2009 года. В город Металлургов он переехал вместе с женой вслед за ее родителями. Мы так приезжали в гости, смотрели, как бы, ну, город понравился. Понравилась Башкирия, природа, то есть наша банная, там, Амзакова. В Борске Иван отучился на газоэлектросварщика, а переехав в Магнитку, понял, что его судьбой должен стать металлургический комбинат. В отделе кадров Ивана Колодина направили в доменный цех водопроводчикам. Первое впечатление от производства он не забывает до сих пор. Что-то большое, что-то такое колоссально мега большое, интересное, познаваемое. Было все интересно, все посмотреть, все узнать. Через три года работы водопроводчиком поступил в Магнитогорский государственный технический университет. На доменщика, конечно. А еще через два года Иван решил поменять специализацию. У доменщиков их, как известно, несколько. Мне было, как бы, всегда интересно каждая профессия. Горнового, машинистовших до подачи, газовщика. Хотелось почему-то в газовое хозяйство, чтобы на одном месте не зацикливаться. Что-то познавать, что-то новое, чему-то обучаться, так сказать. Газовщиком Иван Колодин работает пять лет. За это время и в доменном цехе по-другому не бывает. Познакомился с бригадами и оборудованием всех доменных печей. Потому что успел поработать на каждой печке не по одному месяцу. Ну, как бы, специфика одна и та же, но, тем не менее, оборудование, тем не менее, ну, это для того служит, чтобы ты, когда, приходя на другую печку, ну, обладал каким-то уже навыком. Работа загрузочного устройства, уровень загрузки печи, железорудный материал также под контролем у газовщика. Но главная его задача – нагрев кауперов и поддержание температуры и давления горячего дутья. От этого зависят интенсивность и качество плавки. С обязанностями своими Иван Колодин справляется на отлично. Рады, конечно, что у нас на печи работает работник лучшей своей специальности. Желание видно, конечно, работает. То есть могу сказать, что он является моей правой рукой. То есть могу на него положиться в мое отсутствие. То есть, естественно, он принимает решения какие-то, может управлять печью вполне профессионально. То, что он стал лучшим молодым рабочим в своей профессии, Иван Колодин считает заслугой всего коллектива по его определению дружного, сплоченного и отзывчивого. И, как оказалось, работа на 10-й печке – это исполнившаяся мечта нашего героя. Конечно, не последняя. Которая хотела, она сейчас есть в данный момент. Работаю на 10-й печи. Меня все устраивает, коллектив. Ну, дальше посмотрим. Андрей Рыжков, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Спортивные новости этой недели про хоккей, но оптимистично через пару секунд. На этой неделе завершился 20-й турнир по хоккею среди дворовых команд памяти Владимира Гусева. Погода не позволила сохранить в рабочем состоянии уличные площадки. И финальные игры прошли в физкультурно-здоровительном комплексе «Умка». О том, кто стал обладателем юбилейного Кубка Магнитогорского городского собрания, расскажет наш корреспондент. Проведение хоккейного турнира среди дворовых команд памяти Владимира Гусева стало доброй спортивной традицией, которой «Магнитка» верна уже 20 лет. Впервые эти соревнования были организованы по инициативе Александра Морозова в 2000 году, когда Владимир Дмитриевич, сподвижник развития дворового хоккея в Магнитогорске, ушел из жизни. Работал на одном месте в ЖКО-1 на базе комбината 40 лет. И вот однажды пришла мысль помочь мальчишкам со двора. И обустроили спортивную площадку на Горьково 4А или 3А там. Сами заливали, сами обустраивали, ремонтировали сиденья. И вот так началась эта площадка. Соревнования дворовых хоккейных команд очень популярны среди молодежи. Хоккей в нашем городе – спорт культовый. В прошлом году в турнире Гусева приняло участие 19 команд, в этом 20. По словам магнитогорского сторожила дворового хоккея Александра Барышникова, в поселке Железнодорожников играют все. Своего тренера юные хоккеисты называют не иначе, как дядей Сашей. Кстати, Александр Барышников и его гайдаровцы уже потеряли счет, сколько раз им удавалось завоевать кубок на мемориале Гусева. Было 28 лет, когда начал заниматься. Сейчас 73 года, 45 год занимаюсь с детской командой гайдаровец. У меня хоккейная коробка есть. Есть три возраста – старшие, младшие и взрослые, которых я называю мужики. Они прошли гайдаровец, пошли армию и все. Я каждому возрасту дал по два дня. И суббота на свои катания заливаем лед, катается весь поселок. Хоккеем занимаюсь всю свою жизнь практически. Как отец поставил на коньки, так сразу и пошел. В дядей Саши также сначала в своей жизни играю. И мне кажется, хоккей для меня – это очень многое. В финале Кубка МГСД встретились четыре команды. Результат соревнований в этом году сюрпризом не стал. Победителями турнира вновь стали гайдаровцы. В финальной игре с командой «Спорт» от Женикидзовского района они выиграли со счетом 8-3. Если бы не погода, мы бы завершение турнира провели на улице, во дворе, где вы играли все свои матчи. Но с другой стороны, здесь тоже неплохо. Практически настоящее поле, но мы любим белым настоящим. Куча подарков, куча призов, как всегда. Подарки и памятные призы организаторы действительно приготовили для всех. За активное участие наградили команду «Орленок». Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты команды «Звезда». Серебряными «Спорт». Наградили лучших игроков в личных первенствах. Изюминкой встречи, а проходила она в канун 8 марта, стал титул «Лучший вратарь». Его удостоена Анастасия Захарченко. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. В нашем городе очень много добрых людей, готовых помочь и поддержать в сложной ситуации и человека, и больное животное. Наш заключительный материал – трогательная история собаки-инвалида. Или людей, познавших чистую любовь. Или инструкция для всех нас, как не стать животным. Помочь зверю все очень просто. Мишка – годовалый кобель дворянской породы. Можно сказать, что пес, несмотря на свое увечье, вытащил в жизни счастливый билет, попав в руки к добрейшей женщине Светлане Корзинкиной. Увидев фото щенка-калеки в интернете, Светлана Евгеньевна остаться в стороне не смогла. Она уверена, что желающих приютить щенка без задних лап так бы и не нашлось. Мишка проживает у Светланы уже более года вместе с двумя ее цверкпинчерами. Это у нас усыновленный с детдома, так сказать. С Белорецка привезли. С ним несчастный случай произошел. Он родился с ногами, просто у него там такая история получилась. Он куда-то провалился, а его мать спасала. И таким путем, что откусила лапы. Он был вот такой кутеночек маленький. Ну, думаю, ладно, где-то две, там и три прокормлю. Чтобы Мишка жил полноценной собачьей жизнью, гулял, бегал, играл, ему на заказ по индивидуальным меркам в Санкт-Петербурге изготовили инвалидную тележку. Приобретение техники – особая история. Добрый пример того, как магнитогорцы умеют действовать сообща. Тележка – это благодаря всем жителям нашего города. Собирались миру по нитке. То есть такая есть девушка у нас, Оксана Сидорова, волонтер. Она объявила сбор. И буквально за сутки собрали, она больше 10 тысяч стоит. 100 рублей, 500 рублей, кто чем мог, помогали. А то у меня была растерянность такая. Думаю, как же я с ним гулять-то буду, он же не маленький. И вот так все, проблема решилась. Благодаря жителям города. Всем прямо вот спасибо. Остается добавить, что сам Мишка вполне счастлив. Такая хозяйка, как Светлана Евгеньевна, мечта любой собаки. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Говорят, оптимист даже на кладбище вместо крестов видит плюсы. Если у вас нет долларовых активов, нефтяной вышки в огороде и чихающего друга из Китая, то все не так уж сумрачно вблизи. Увидимся там же. Время местное.